Здравствуйте! У нас сегодня замечательный гость. Мы с вами говорили немножко немного о докторе Армоле. Мы знаем друг друга, трудно себе представить, сколько они урастают. Больше, 20 лет. Так что мы выросли вместе. И доктор Армол совершил вообще невероятное. После своего пребывания здесь, в Мокерере, в CNS, в начале 90-х годов, он решил построить центр, как CNS, то, что многие знаете, это, конечно, было очень непросто в России того времени, в 90-х годах. И успех пир-центра, которого вы все знаете, вы все считаете, ну, не все, многие, я знаю, читают Индекс безопасности. И это журнал, который редактирует, главным редактором которого является доктор Орлов. И вообще вся деятельность пир-центра превратила пир-центр в такой, знаете, действительно центр по изучению вопросов безопасности в России. Это ведущий центр, ведущая организация, где, как я сказала, это, в общем, влияние очень трудно переоценить пир-центра. И, в общем, когда я думаю о том, что все это было создано усилением одного человека, на самом деле, который действительно понял, что нужно России в то время, и вот при всех сложных бюрократических и политических моментах превратить это в организацию, которая вот многие уже, многие годы, 20 лет исполнилась пир-центру, находится в авангарде изучения проблем вопросов безопасности, это очень непросто, и как раз вот достижение доктора Орлова в этой сфере совершенно уникальное. Мы знаем друг друга много лет, как я сказала, и я наблюдаю, поскольку он специалист по безопасности, я наблюдаю за успехами пир-центра и доктора Орлова в этой сфере. И много раз доктор Орлова приезжал в Монтерей, но вот сегодня, пожалуй, впервые, и вот эта неделя, и следующая неделя у доктора Орлова была возможность поделиться с вами своими знаниями, своим анализом самокритических сфер в сфере безопасности. И после четырёх лекций, одна лекция будет на английском языке в семинаре, доктор Орлова любезно согласился встретиться в формате приёмных часов со студентами, скорее всего, на следующей неделе, это будет после того, как вы прослушаете все четыре лекции. И также Адам поместит слайды всех лекций на Moodle, и вам будет легче писать содержание этих лекций, я думаю, что это облегчит ваше задание. Сегодня мы будем работать в прежнем формате, 50 минут презентации, 55-50 минут, потом 10 минут перерыв, и потом вопросы и ответы. Хорошо? Пожалуйста. Я благодарю профессора Васильева, спасибо за очень тёплое представление. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Мне действительно очень приятно быть в Монтере. Вы все знаете, что это особое место в Соединённых Штатах. Это такой небольшой участок эко-утопии. И для Соединённых Штатов и для всего мира замечательный, красивый уголок земли. Мне приятно, что я первый раз приехал сюда в 1992 году. Действительно, очень давно я приехал в СНС к профессору Поттеру. И действительно, деятельность Монтерейского института и деятельность Монтерейского института, вдохновила меня в своё время на создание собственного неправительственного института. У нас с вами лекции о проблемах, связанных с Россией и связанных с нераспространением оружия массового уничтожения. Поэтому я не хотел бы много говорить о своём собственном институте. Я хотел бы больше говорить о проблемах, которые мы с вами будем обсуждать. Но сразу сегодня, наверное, начну буквально с нескольких слов о структуре наших с вами лекций. И потом всё-таки несколько слов скажу о своём институте, чтобы вы понимали лучше, что я представляю, что я не представляю. И почему о тех или иных проблемах я считаю возможным говорить, а о других не считаю. Что касается структуры, вот сегодня мы с вами займёмся вызовами и угрозами режима нераспространения оружия массового уничтожения на Ближнем и Среднем Востоке, как они видятся из России. Наверное, мы с вами сегодня больше посмотрим на общие проблемы региона, связанные с нераспространением. И начнём смотреть несколько кейсов. Это Израиль, это Сирия, это Ливия. Где-то в какой-то момент остановимся. Завтра мы продолжим там, где остановились сегодня. И точно завтра основное время посвятим Ирану. Если что-то не успеем из региональных проблем сегодня, значит, посмотрим завтра. Сегодня будет немножко больше слайдов. Завтра, когда мы будем говорить про Иран, там будет мало слайдов. Я скорее хочу поделиться собственным опытом представления. Здесь я Ираном занимаюсь почти столько же, сколько вот знаком с CNS. Я Ираном занимаюсь уже больше 20, почти 25 лет. Поэтому, наверное, про Иран мы будем с вами говорить в режиме of the record и of the video. Но это единственное исключение. Всё остальное не составляет проблем. И вполне может быть и на веб-сайте, и вполне может обсуждаться об этом. Потом у нас с вами по программе лекция, моя или семинар на английском языке уже в другой аудитории. И там мы будем говорить вообще о приоритетах политики ядерного нераспространения России. То есть мы пойдем с вами возьмем вот один кейс региональный. Это Ближний Восток. А потом уже посмотрим, как внешняя политика России решает вопросы, связанные с нераспространением ядерного оружия. И как политика безопасности России, в том числе оборонная политика, отвечает на угрозы и вызовы распространения. И эта лекция будет по-английски. И наконец, потом, на следующей неделе, мы вернемся уже в эту аудиторию. И посмотрим с вами еще более широкий контекст. То, что называется Russia's Perceptions on Global Security Threats and Challenges. Уже посмотрим с вами по-русски, какие есть проблемы, связанные с формированием российской внешней политики. Вот так мы построим немножко даже необычно, не от общего к частному, а от частных проблем к общему. Друзья мои, я привык говорить на русском языке. Это мой родной язык, и я очень этим горжусь и люблю выступать по-русски. Я знаю, что здесь все хорошо говорящие по-русски. Можно спросить, кто из вас, для кого русский язык родной является в этой аудитории. Так, чтобы я представлял. Ну, два человека, вот так, если я вижу. То есть все остальные русский язык осваивали в процессе обучения. Я знаю, что здесь очень хорошо осваивают русский язык. И буду говорить так же, как я выступаю для своей аудитории в Москве. Но если что-то будет сложно, непонятно, особенно это касается аббревиатур, конечно, тогда stop me, jump in и скажите непонятно, вот какие-то лингвистические детали. Я, конечно, с удовольствием проясню вам по-английски тоже. И еще один момент. Если вам покажется, что что-то нужно немедленно задать уточняющий вопрос, уже не связанный с лингвистикой, что-то совсем, я говорю, непонятно, то же, чем это. Если вопросы более по существу, конечно, оставьте их для Q&A session во второй части нашего семинара, чтобы у нас с вами был продуктивный разговор. Ну, вот этот веб-сайт, наверное, некоторым из вас уже знаком. Это сайт peercenter.org. У него есть и другое название. Мы работаем с двумя доменными именами. И в зоне латиницы, и в зоне кириллицы. И, конечно, там вы можете гораздо больше узнать о нашей организации. И в ходе Q&A, и потом, если у нас будет отдельное с вами собеседование, я всегда с удовольствием расскажу более подробно о нашей организации. Сегодня я хочу сказать добавление к тому, что сказал профессор Васильев. Во-первых, мы не правительственная организация. Вот, наверное, кто-то из вас думает, что в России уже нет NGOs. Я иногда тоже так думаю, но все-таки я знаю, что совсем немного NGOs еще есть в России. И мы являемся вот такой неправительственной организацией, НПО или НКО, которая, конечно, сейчас действует в очень сложных условиях, потому что нынешние условия в России крайне сложные для того, чтобы быть неправительственным и независимым. Сейчас легко быть правительственным и независимым в России. Но мы так начинали, нам так интересно. Нам интересно давать результаты своей экспертизы и российскому правительству, и другим нашим клиентам, партнерам по всему миру. И нам совершенно не хочется делать копипейст того, что написано в официальных российских документах. Иногда, конечно, взгляды наши совпадают. Иногда наши взгляды совсем не совпадают. Больше того, в ПИР-центре у нас ни у кого нет общей организационной позиции. Я вам буду говорить про Иран, про Ближний Восток. Кто-то другой из моих коллег в ПИР-центре думает что-то совсем другое. У него могут быть совсем другие выводы, связанные с этими проблемами. Мы имеем счастье иметь вот такую академическую свободу мышления. И все, что я вам буду говорить, это не взгляды ПИР-центра, это мои собственные взгляды и оценки. Поэтому вы можете blame me for it, пожалуйста, но это не значит, что это взгляды обязательно моей организации, даже хотя я ее возглавляю. Как представителю неправительственной организации мне приходится иногда работать в составе российских официальных делегаций. Например, на обзорных конференциях по нераспространению ядерного оружия, я в последние годы работаю в составе российской делегации. Это тоже хорошая возможность независимому эксперту дать свои рекомендации для делегации и для российского правительства. Но я совершенно не знаю, что они всегда соглашаются, иногда соглашаются, иногда нет. То, что я вам буду говорить по распространению, тоже отражает только мои взгляды и ни в какой части не отражает взглядов российской делегации, российского министерства и иностранных дел. Я думаю, что это уже понятно. Действительно, как сказала профессор Васильева, мы имеем в ПИР-центре вот такой журнал «Индекс безопасности» или «Security Index». Он начинался с названия «Ядерный контроль». Был такой журнал и в библиотеке. Здесь МАС и CNS он есть. Конечно, он есть в электронном виде. Думаю, проще всего сейчас. Вот я взял просто такие hard copies, последний номер, более разный, более ранний. И также журнал выходит на английском языке в издательстве. «Ротлэдж», но вот в отличие от русского языка я не имею возможность давать доступ к английскому языку, потому что «Ротлэдж doesn't commercially» и они запрещают нам использовать основную часть этого контента. Я взял один журнал, я у них его тоже покупаю, чтобы вы могли посмотреть, как он выглядит, наше глобальное издание нашего журнала. Кроме того, перцентры выпускают учебники неправительственной белой книги «Non-governmental white papers». Среди учебников я назову учебник «Ядерное нераспространение». Мы сейчас готовим четвертое издание этого учебника. И на русском языке, оно на русском языке, по-русски, на нем учатся не только в Москве, но на нем учатся в большинстве государств СНГ, где русский язык активно используется в университетах в учебном процессе. Поэтому мы активно занимаемся образовательной и тренинговой деятельностью, как организация. Например, ведем модуль по нераспространению в Московском государственном институте международных и администрации ГИМО. Там я это делаю по-английски, потому что там магистратура международная. У меня вот как раз в этом году замечательные американские студенты и студенты из 13 других государств там были. Окей, это просто чтобы вы представляли источник того, где можно найти более подробную информацию. Теперь мы переходим к теме нашей лекции. Ну, вы, наверное, это хорошо знаете, или, по крайней мере, те из вас, кто слушал курсы, связанные с Center for Non-Proliferation Studies, знаете, это вот эти three pillars, или, как мы по-русски говорим, три столпа ядерного нераспространения, вы знаете очень хорошо. Почему я и вам показываю, хотя вы уже все это мне сами можете показать? Потому что для разговора о Ближнем Востоке нужно все время эту картинку помнить перед собой. Или, я читаю вам взгляд из России, вот мы в России, эксперты российские, все время думаем о том, что это равные столпы. Equal pillars в глобальном и в региональном плане. Никогда нельзя говорить, что this pillar is more important, this is more equal than others. Что он такой же, и мирное использование энергии тоже такой же. И, конечно, проблемы разоружения, они тоже не больше или не меньше. Если что-то мы начинаем с вами преувеличивать значение, или преуменьшать, или забывать о роли какого-то столпа, все это здание у нас с вами сломается. И такой риск, конечно, и есть. Вот эта карта, которую я показываю для общего обзора, ну, тоже для этой аудитории, я думаю, в основном это все знакомо. Здесь несколько категорий государств показаны, и мы с вами видим официальные ядерные государства, и Соединенные Штаты, и Российская Федерация, и другие государства к ним относятся, согласно договору о нераспространении ядерного оружия. Мы здесь с вами видим 3,5 или 4 государства вне договора о нераспространении ядерного оружия, из которых одно государство находится как раз в том регионе, о котором мы с вами говорим. Это государство Израиль. Но оно такое небольшое, что его почти не видно. Вот здесь вот этот оранжевый цвет. Зеленый цвет – это good news. Это государства, которые добровольно отказались от собственного ядерного оружия, или от ядерного оружия, находящегося на своих территориях. Южная Африка отказалась от собственного оружия Белоруссии, Украины и Казахстана, от оружия российского, которое в момент распада Советского Союза оказалось на их территории. К сожалению, в регионе Ближнего Востока вот такого хорошего, приятного цвета мы с вами не наблюдаем. Также есть вот такой цвет, наверное, purple, да, мариновый, фиолетовый. Это государства, которые отказались в разные годы от своих военных ядерных программ. Очень разный набор государств, и очень разная степень продвинутости была этих программ. Где-то очень близко от создания ядерного оружия, как, например, Швейцария, или государства, которые только смотрели на начальном этапе возможности превращения своей начальной военной ядерной программы во что-то более серьезное. Например, уже ближе к нашему региону разговору – это Турция и Египет. Но они никогда не сделали какого-то политического решения о создании ядерного оружия. Мотивации были совсем разные. И вот такой вот нехороший, такой вот, да, dark blue, такой цвет – это нарушители договора о нераспространении ядерного оружия. Но это термин, который я использую, он юридически некорректный. Эти государства могли нарушить отдельные положения договора, могли нарушить отдельные положения своих соглашений с Международным агентством по атомной энергии, МАГАТЭ, IAEA. Поэтому степень нарушений очень различная. И тоже речь идет об историческом периоде, начиная с создания ядерного оружия в 1945 году. Для наших целей сегодняшнего разговора мы видим, что здесь нарушители, конечно, присутствуют и Иран, и Ирак. Но ситуация была различная в разные годы. Но есть и другие государства, мы об этом тоже поговорим. Ирак нарушал свои обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия в конце 1980-х годов до начала Первой войны в Залии. После этого, благодаря международным усилиям, усилиям международных комиссий, ОСКОМ, ОНМОВИК, благодаря усилиям Организации по запрещению химического оружия, и, конечно, Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, была ликвидирована вся база для оружия массового уничтожения в Ираке при Саддаме Хусейн. Но, конечно, это знали мы, эксперты, это знали политики, но у политиков была совершенно в некоторых странах другая повестка дня, и поэтому тоже, конечно, Колин Пауэлл показывал презентации в Совете Безопасности ООН, рассказывал, что в Ираке что есть, потом пришли, и мой самый лучший здесь источник – это открытый доклад СРУ, который уже после вторжения в Ирак на многих страничках, с очень коротким и хорошим азекоти в Саммаре, они не нашли. Поэтому мы говорим об Ираке как нарушителе режима ядерного нераспространения и нарушителе других режимов нераспространения, применительно к 80-м годам прошлого уже века. Румыния не имеет отношения к Ближнему Востоку, но я хочу напомнить, что при режиме Чаушеску Румыния тайно разрабатывала ядерное оружие, не задекларировав, конечно, эти свои планы. Ливия при Муаморе Каддафи – несколько попыток, в основном имитационного характера, создания собственного ядерного оружия, но мы к этому вернемся. И, конечно, Иран. Это очень интересный случай. Страна, которая никогда не принимала политического решения о создании ядерного оружия, но в определенный момент, примерно в середине 1980-х годов, примерно 1985-1986 годы, приняла решение о проведении НИОКР, R&D, в военной области, связанной с ядерным оружием, и скрывала определенные элементы своей программы. Корейская народно-демократическая республика тоже не имеет отношения к региону Ближнего Востока, но, конечно, единственный пример в истории ядерного нераспространения, когда государство вошло в договор о нераспространении ядерного оружия, потом было поймано за руку, как нарушитель, и начало процедуру выхода из этого договора. Я поэтому всегда говорю, что КНДР не является государством вне договора о нераспространении, оно начало процедуру выхода из договора, но полностью ее не оформило, хотя, конечно, в обзорных конференциях, в самом процессе договора о нераспространении ядерного оружия, участие не принимает, больше того, провела три ядерных испытания. Серьезно. И Сирия, государство, которое в свое время вело незаявленную ядерную деятельность, которая была практически полностью уничтожена израильской атакой, как уничтожены были и свидетельства этой деятельности. Таким образом, мы с вами, конечно, посмотрели не все государства, не все нарушения, но уже видим довольно неплохо, что на Ближнем Востоке есть проблема. Ну а с точки зрения моей страны, я сейчас вернусь на этот слайд на одну минуту, с точки зрения России, посмотрите, Ближний Восток находится к югу от наших границ и границ наших союзников. У России мало союзников. Единственные союзники, которые есть у России, это государства, принадлежащие к ОДКБ, Организации Договора о Коллективной Безопасности. Ближний Восток прямо граничит с нашими союзниками, а пока стоит, конечно, и с Россией. То, что мы с вами не будем обсуждать в ходе детальных лекций, но также надо помнить, что два других проблемных региона, Южная Азия с двумя де-факто ядерными государствами, Индия, Пакистан, а также Восточная, Северо-Восточная Азия, где существует государство с ядерным оружием КМДР, а также такое государство, как Япония, которое за пять недель способно перевести свою мирную атомную программу на военные рельсы, если такое решение поступит. Так вот, все эти три проблемных региона, Regions of Concern, находятся в непосредственной близости от границ моей страны. И достаточно далеко от Соединенных Штатов, хотя, конечно, Соединенные Штаты являются полностью сейчас ближневосточным государством, имея там и армию, и флот, и являются во многом государством Южной Азии, будучи представленным Афганистаном и Восточной Азией, поэтому мы не будем здесь соревноваться, для кого это больше проблем. Конечно, проблема серьезная для Соединенных Штатов, но для моей, для страны, для России, это проблема прямой угрозы и интересов, потому что в случае распространения ядерного оружия мы чувствуем это, эхо этих проблем прямо у наших границ. Это надо помнить, когда мы говорим о том, почему и как ведет себя Россия на Ближнем Востоке. Несколько общих иллюстраций проблемы нераспространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Конечно, уже по этой карте мы хорошо видим, что на Ближнем Востоке, или как мы по-русски говорим, на Ближнем и Среднем Востоке, регион БСВ, Ближний и Средний Восток, тогда он включает еще в себя отсутствующую здесь Турцию. Но в остальном, вот он довольно четко здесь прорисован. Он может включать еще и самолет. Так вот, есть только одно государство, обладающее ядерным оружием, и при этом игнорирующее все правила, связанное с международным регулированием вопросов нераспространения. Это государство Израиль. Иногда вот в аудиториях говорят, что это государство начинается с буквы «Ай». Говорят, Иран! Я говорю, нет, извините, вы здесь уже более продвинутые юзеры, вы это все уже знаете хорошо, эти проблемы. Но в некоторых аудиториях говорят, ну кто на букву «Ай» конечно Иран. Это, конечно, не Иран. Это, конечно, дестабилизирующий фактор израильского ядерного оружия в регионе. Unique case. Все в мире unique case. Но, к сожалению, это дестабилизирующий кейс с моей точки зрения. Здесь отсутствующая Турция также имеет ядерное оружие. Но оно имеет его не как государство, которое его контролирует, так как государство-член НАТО, на территории которого находятся достаточно скромные арсеналы американского тактического ядерного оружия. В остальном, как мы уже с вами говорили, несколько государств региона, как арабских, так и неарабских, развивали свои военные ядерные программы в разное историческое время или проявляли интерес к возможностям, которые представляет ядерное оружие для обеспечения безопасности. Давайте также сразу обратим здесь внимание, что не все государства этого региона присоединились к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, взяя по-русски, сетеблительный по-английски. Конечно, тревожно, что, например, такие государства, как Египет, Иран и Израиль не ратифицировали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Хотелось бы, конечно, чтобы вопросы решения проблем не распространения в регионе начинались с запрещения ядерных испытаний, тем более, что Израиль самых никогда, насколько мы знаем, не проводил. А у двух других государств, Египта и Ирана, ядерного оружия нет, поэтому для них в практическом плане присоединение к этому договору было бы несложно, хотя, конечно, в политическом плане представляет сложность, поэтому они этого и не делают. Мы с вами меньше будем говорить о химическом и биологическом оружии, потому что, с моей точки зрения, единственное оружие массового уничтожения это ядерное оружие. Но это, конечно, не значит, что не существует проблем, связанных с химическим и биологическим оружием. Конечно, существует, и на Ближнем Востоке существует достаточно серьезно. Здесь ситуация динамична, конечно, уже мы можем говорить о том, что Сирия должна быть здесь закрашена другим цветом, она присоединилась к конвенции о запрещении химического оружия, Chemical Weapons Convention. Но некоторые государства региона имеют свои арсеналы химического оружия, и, насколько мы понимаем в России, значительное количество государств региона имеет определенные военно-биологические программы, разной степени продвинутые, то есть, different level of advancement. Одновременно, и здесь мы вспоминаем вот эти вот three pillars, в регионе Ближнего и Среднего Востока планируется очень активное развитие мирной атомной энергетики. Обращаю внимание на слово «планируется». Конечно, весь этот nuclear renaissance, ups and downs, focus on down, then slowly up. Вот этот процесс, конечно, идет достаточно медленно, иногда он вообще не идет, но, по моим оценкам, именно на Ближнем Востоке, наряду с такими государствами, как Индия и Китай, появятся государства, которые будут обладать хорошо продвинутой мирной атомной программой, помимо Ирана. Иран, конечно, первое государство региона, если не считать Израиль, который продвинулся в области своей атомной программы и ядерного топливного цикла, nuclear fuel cycle, и даже сделал его двойным, для обеспечения собственной безопасности, заплатил дважды, или даже больше. Но другие государства смотрят на эти возможности. Большинство государств региона пока делают это в форме подписания МУ или соглашений о развитии атомной энергетики с другими государствами. Но некоторые делают и более конкретные шаги, прежде всего, объединенные Арабские Эмираты, которые уже имеют в процессе строительства свой атомный реактор и имеют дальнейшие здесь планы, следующие здесь Иордания. Иордания. И, конечно, раз мы говорим здесь о роли России, надо сказать, что Россия играет самую активную роль в развитии атомной энергетики на Ближнем и Среднем Востоке и будет играть еще более заметную роль. Я здесь не представляю компанию «Росатом», поэтому я не буду заниматься здесь рекламой российских энергетических установок, но должен вам сказать, что пример Бушерской атомной станции является противоречивым для других государств региона. С одной стороны, они видят, как мучительно долго строился первый энергоблок Бушерской атомной станции и до сих пор полностью в нормальный режим работы он еще даже не введен. Это колоссальный срок, объясняющийся, конечно, в основном политическими причинами, а не технологическими. С другой стороны, они видят, что Россия обеспечивает комменвайзинг. Обещали Ирану построить, сколько было на нас давления. Израильтяне давили, Нитаньяху все время приезжал, значит, американцы, конечно, давили еще при Клинтоне очень сильно на Ельцина и потом тоже. Тем не менее, Россия завершила свою работу, хотя экономически она уже была не очень для России выгодной, потому что есть стратегическое понимание интересов и стратегическое выполнение своих обязательств. Это арабские государства региона смотрятся вниманием и относятся с уважением. Поэтому, думаю, что не только в Иордании, где Россия сейчас начинает реализовывать свой атомный проект, но и в других странах, например, и прежде всего в Египте, Россия имеет хорошие шансы посоревноваться с французами, с южными корейцами, с другими и, возможно, выиграть. Ну, а потенциал большой, он включает такое государство финансово емкое, как Саудовская Аравия, хотя там пока в силу геронтологических причин больше бла-бла-бла и полное отсутствие какого-то decision making в этой части. Ну, что же, давайте посмотрим глазами российского эксперта на конкретные ситуации в регионе. Общую картинку мы с вами уже поняли, но общеполитическую картину напряженности в регионе я вам не должен рассказывать, вы ее прекрасно понимаете. И ситуация с обострением в регионе, ситуация с Айсисом добавляет здесь напряжение. Итак, Израиль. Конечно, когда мы обсуждаем израильскую ядерную проблему с американскими коллегами и начинаем даже после Айжа произносить полностью название страны, некоторые коллеги по переговорному столу, американские даже уходят из зала. Так было в 95-м году, когда мы работали над бессрочным продлением Indefinite Extension, договорами распространения ядерного оружия и готовили очень важный документ, и сегодня важный документ, который называется резолюция по Ближнему Востоку, создание зоны свободной от оружия массы уничтожения на Ближнем Востоке, присоединение всех государств, регионов, договорами распространения. Мы тогда не могли даже записать, какие государства региона должны присоединиться к договору. Как только мы начинали писать название страны, тут же американская делегация уходила с этих дискуссий. Конечно, ситуация иногда меняется, и заместитель госсекретаря США Роуз Гютер Мюрдер конечно иногда очень четко формулирует здесь важность для мирового сообщества, чтобы Израиль присоединился к договору. Но не все в американской администрации такие non-proliferation oriented people есть люди гораздо более Israel oriented и мы в России это понимаем. Мы тоже имеем очень плотные связи в России с Израилем. Как пелось в одной знаменитой советской российской песне там на четверть бывший наш народ. В Израиле действительно на четверть а может быть даже и больше бывший выходцы из Советского Союза из России. Поэтому Россию и Израиль связывают очень прочные гуманитарные а также финансовые экономические связи. Роль финансового капитала израильского в принятии политических решений в России очень серьезна. Поэтому конечно когда мы анализируем поведение России в регионе нельзя говорить ну Орлов сказал что все там плохо относятся к Израилю и что Израиль ведет себя неправильно. Это всегда очень сложная система взвешивания на весах как принять решение. Конечно она не такая как на капиталистском холме в Вашингтоне но определенные похожие элементы тоже просматривают. С точки зрения России отсутствие Израиля в списке неядерных государств договора о нераспространении ядерного оружия является серьезнейшим дестабилизирующим фактором для региона и в глобальном масштабе. Россия всегда призывала и призывает Израиль постепенно вести дело к присоединению к договору о нераспространении ядерного оружия. Потому что с точки зрения перспективы это в интересах Израиля. В интересах Израиля жить в регионе не как в крепости где ты держишь ядерную бомбу которую все равно не можешь использовать. Потому что тогда никого региона не будет от твоей страны тоже. Но конечно израильские политики это видят совершенно иначе. Когда я встречался с премьерным министром Израиля Таньяхом и пытался ему объяснить эту аргументацию я не встретил никакого понимания потому что его интересовал Иран и совершенно не интересовало что я думаю об израильском ядерном оружии. И его в этом смысле можно понять хотя я здесь с ним не согласен. Когда я встречался с руководителем тогдашней комиссии по ядерной энергии Израиля я говорю а что у вас за политика такая? Не подтверждаете что у вас есть ядерное оружие? Не отрицаете? Он мне отвечает Я ничего не понимаю Что значит introduce nuclear weapons Не понимаю Он подходит берет с полки у себя оксфордские слова и показывает мне десятилетия этого слова чтобы introduce Вот к сожалению мы и сегодня встречаемся с очень консервативной израильской политикой в отношении возможности больше открытости Мы конечно что-то знаем об израильской ядерной программе прежде всего благодаря знаменитому whistleblower Бардехай Ивануна который когда-то рассказал всему миру о том что у Израиля есть продвинутая ядерная программа с наличием значительного числа ядерных боеголовок по некоторым оценкам цифра может достигать 200 200 по моим гораздо более консервативным оценкам там не больше 80 боеголовок но это наверное не такая все-таки существенная разница Так вот Мардехай Валуну когда-то предостерегал мировое сообщество израильская ядерная программа за что конечно он сидел в израильской тюрьме и до сих пор его оттуда не выпускают как лектор здесь в Матерейском институте он сам на рукоином вместе мог хорошо очень читать лекции рассказывать но не выезжает не выездны теперь к сожалению но насколько адекватны наши представления в израильском ядерном Марселоне проблема наличия ядерного оружия в Израиле одновременно решается израильским руководством через обеспечение очень высокого уровня ядерной безопасности по-русски говорим физической безопасности ядерных боеприпасов именно поэтому отсутствие информации является проблемой международного сообщества но одновременно обеспечивать большую надежность этого арсенала в регионе где крайне высока террористическая деятельность поэтому мы конечно призываем больше транспарентности здесь Израиль но одновременно понимаем что транспарентность в этом регионе это сложная речь мы считаем что Израиль нужно начать с каких-то хотя бы небольших шагов например подписать договор о запрещении ядерного оружия и допустить международных инспекторов на свой реактор во демон да Сирия ну нет там химического оружия практически это уже немножко история но история очень важна для понимания ситуации в регионе она очень важна для России потому что те из вас кто будут специалистами по России или уже ими являются и те из вас кто будут специалистами по нераспространению или уже ими являются должны помнить что мы в России очень чувствительны к использованию политических лозунгов для решения каких-то своих национальных целей можно было кричать ядерное оружие в Ираке при солдаре Хусейне прийти и решить свои задачи путем вторжения в Ирак таким образом происходит девальвация понятия ядерное нераспространение и девальвация самого режима ядерного нераспространения в случае с Сирией имела место ситуация вокруг химического оружия конечно у Сирии было химическое оружие и все специалисты это знают конечно Сирии не присоединялась конвенция запрещения химического оружия с точки зрения России это было неправильно мы говорили Асаду что это неверно что ему не нужно это химическое оружие на что Башар говорил что а как же у Израиля есть ядерное оружие а я не могу иметь химическое unfair приходилось объяснять что много вещей в жизни которые unfair часть международных отношений на Ближнем Востоке тем более и как вы помните президент Обама стал проводить red line ну зря он про red line конечно сказал он сам потом пожалел но он сказал red line и химическое оружие в Сирии могло сыграть ту же роль что оружие массовоуничтожения в Рэб это было бы поводом для вторжения Сирии и для режим чей с точки зрения России это было неприемлемо не то чтобы мы прям очень любим Башар нас это не любим но это наш партнер серьезный в регионе а мы наших партнеров даже не самых может быть любимых стараемся никому не отдавать и вот на примере Сирии мы решили это показать и нашли год назад очень хороший компромисс который отчасти один из первых кто о нем кстати говорил был сенатор Логр или бывший сенатор Логр который приехал в Москву и стал обсуждать компромиссы вокруг сирийского химического оружия в Москве подумали что это хорошее решение послали нашего заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова он встретился с Башаром Асадом и Башар Асад ему пообещал что он присоединится к конвенции о запрещении химического оружия и под международным контролем в условиях гражданской войны очень тяжело выведет собственное химическое оружие чтобы доказать что он не использует это оружие против своего населения а провокации со стороны вооруженной оппозиции было достаточно и к сожалению вот тогда американцы были все зафиксированы фиксация была на проблем химического оружия аисис уже там появлялся и подпитывался серьезными деньгами со стороны государств залива и американцы на это смотрели спокойно была серьезная на мой взгляд ошибка но химическое оружие Сирии было уничтожено теперь возникает очень интересный вопрос обеспечивает это большую безопасность Сирии или нет вот мы в России даже не знаем с одной стороны мы поддерживаем то что Сирия присоединилась к уничтожению их оружия мы считаем это хорошим с другой стороны теперь у Башара Асада почти никаких козырей и нет но правда ситуация изменилась в части появления аисис и вообще вся композиция стала несколько иной но уже неоднократно были ситуации когда государство отказывалось от своего военного компонента программы ядерной химической биологической и потом становилось объектом атаки я приведу пример Ливии и на этом мы с вами сегодня остановимся и переведем потом уже к Лендой после вот Ливия это типичный пример имитационной ядерной программы ничего у Каддафи не было ящики были всякие которыми он не очень знал что делать первый раз Каддафи задумался о создании собственного ядерного оружия в 1973-74 году давно он приехал тогда в Москву и сказал хочу создать свой full nuclear fuel cycle замкнутый ядерный топливный цикл 10 миллиардов долларов даже тогда хотя это были серьезные для советского союза деньги наше министерство по атомной энергии минсредмаш иллюминатор сказали мы поддерживаем мы будем создавать тяжеловодные реакторы в Ливии все наше министерство иностранных дел вот такой был министр Андрей Громыко его звали мистер нет вот он тогда сказал нет но политбюро этот вопрос решался он говорит опасно для режима нераспространения и мы ливийцам даже за 10 миллиардов долларов ничего не построили тогда ну а потом у ливийцев тоже денежки начали немножко заканчиваться они уже другими хулиганствами занялись поддержкой террористов в Европе и Каддафи стал конечно такой уже совсем какой-то дэд ну а но что происходит дальше дальше мы с вами перемещаемся в 1990 годы когда Каддафи начинает общаться с пакистанцами и сетью Абдул-Кадр-Хана доктор Эй Кью Кан предлагает ему получить центрифужное оборудование и даже карты схемы создания ядерного оружия китайских стареньких несерьезных образцов Каддафи говорит окей что Каддафи бомбу хотел сделать судя по всему ничего не хотел сделать а хотел обменять свою несуществующую ядерную программу на снятие тех санкций которые были наложены на Леви вообще пример очень привлекательный для некоторых других государств вы ничего особенно не делаете но потом обмениваетесь вот этими вот коробками которые вы получили от Эрик Юкана и сразу шатер его тент поставили и на Елисейских полях и конечно руки со всеми европейскими лидерами пожал но кончил Каддафи плохо и вот это такие парадоксы есть у ядерного нераспространения потому что ему не простили вот это его наглость с точки зрения России Ливия не представляла серьезной стратегической важности когда НАТО готовило свою военную операцию против Ливии президентом России был Дмитрий Анатольевич Медведев для него главной задачей была экономическая модернизация России он не успел ее осуществить но он о ней думал ввязываться в конфликт с НАТО из-за Ливии из-за Каддафи казалось неправильно именно поэтому Россия заняла такую позицию наблюдателя мы говорили что должно соблюдаться международное право но Каддафи и Ливию не защитили с точки зрения нового старого президента России Владимира Владимировича Путина который пришел после Медведева это была серьезной стратегической ошибкой если вы сейчас спросите в кулуарах Кремля в чем еще виноват Медведев вам сразу скажут он виноват в Ливии это казалось бы немножко неожиданно но считается что проблема в мисперсепшене между Россией и Соединенными Штатами очень усилилась после Ливии в Вашингтоне подумали что теперь Россия никуда не будет вмешиваться она везде будет сосредотачиваться на собственном развитии и не будет защищать своих союзников партнеров и клиентов в мире и вот это была ошибка потому что судьба Каддафи судьба Ливии фактически фейл стейт распад государства это то о чем Путин вспоминает сейчас очень часто возможно некоторые из вас кто внимательно следит за Россией читали и может быть даже изучали его недавнюю речь на Валдайском форуме в Сочи где он опять вернулся к ливийской ситуации для него это уже такая почти и дофикс что вот где начали нарушаться международные отношения и ядерное оружие ядерная программа было лишь небольшим поводом о котором потом конечно все забыли и Ливия теперь уже не представляет из себя ничего кроме набора воюющих племен и вот такого контролируемого или плохо контролируемого или совсем неконтролируемого хаоса именно поэтому на основе ливийского урока российское политическое руководство приняло решение что мы конечно на Ближнем Востоке работаем вместе с Соединенными Штатами вместе с другими государствами там где наши интересы совпадают а в ряде случаев наши интересы совпадают или очень близки но с другой стороны мы никогда не должны давать нашу подпись нашу возможность чтобы защитить американские интересы в ущерб российским интересам на Ближнем Востоке в ущерб российским партнерам на Ближнем Востоке именно поэтому в Сирии Россия вела себя очень жестко и готова была себя вести еще более жестко но сирийский пример показывает нам что компромиссы и решения возможны было найдено элегантное дипломатическое решение когда сама проблема сирийского химического оружия была устранена путем международного проекта и он был международным до своих последних стадий уже завершающая стадия происходила без участия России в тот момент начались украинские события и думаю что и в случаях других в регионе в частности по Ирану Россия уже не будет играть Соединенными Штатами вместе just because just because it's about non-proliferation values нет говорят в Москве это не values это your own interests а мы должны посмотреть где our own interests in the region вот давайте на этом остановимся а Иран мы с вами как договорились посмотрим уже на завтрашнем занятии спасибо спасибо большое спасибо 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 спасибо